Мы прошли мимо Гуча и Версача, и мы подходим к самой известной большой площади Венеции. Дождь идет, а я хочу сфотографировать. Смотрите, какой вид красивый. Мы совсем забыли, что надо что-то снимать и рассказывать. Мы, между прочим, в аэропорту, в Софии, терминал один, и мы летим в... Венецию? Венецию, все правильно. Мы только вернулись из Таиланда неделю назад, но решили, раз тут Пасха, праздники, то почему бы нам куда-нибудь не слетать? Я нашел дешевые билеты, 50 евро, два билета в Бавонию, и оттуда мы поедем на поезде в Венецию. Обратно мы летим, это вот мы летим компанией Уизер, обратно прямо из Венеции полетим компанией Райнер в Софию. И вот летим с рюкзачками. Женька все тащит, как хороший муж. Мы в самолетике, нам попались такие клевые места, третий ряд. После того, как мы сидели, последний полет где-то вообще в хвосте сам, вот так вот. Ребята, мы в Болонии, у нас завтра рано утром поезд в Венецию, и поэтому мы заселились в такой маленький bed and breakfast недалеко от вокзала. И вот посмотрите, как он выглядит, очень любопытно. Вот такая комната, здесь две отдельные кровати, висит стул. И здесь общая, в принципе, это квартира. Вот здесь такая маленькая кухня. В принципе, я так понимаю, что это квартира. Здесь две или три еще комнаты такие. И живет хозяин этой квартиры, которая, я так понимаю, не совсем традиционной ориентации. О, он здесь итальянец. А, да? А, может быть, тогда он очень традиционный. Доброе утро, мы позавтракали, вот. Остатки. Было роскошно. Вот так это все выглядело. И вот так после нас это выглядело. В общем, было неплохо. И приятно, что вот мы смогли в такое раннее время позавтракать. Пришел дядечка, который обещал нам, что будет спать. Но пришел. И что нам помог сделать кофе там. Все, напоминаем, что мы в Болонье. Мы здесь не задерживаемся. Если вам интересно посмотреть Болонью, то вот посмотрите вот это видео. И мы сейчас едем в Венецию. Знаете, что самое кайфное? Самое кайфное – это путешествие с человеком, который заранее делает абсолютно все. Женя купил уже все билеты, абсолютно. На все поезда. Автобусы. Автобусы. Интернет. Нет, сейчас очень клево по интернету все. В интернете я все забронировал, все купил. И не нужно париться сейчас с мелочью, с карточками. Как принимать, не принимать. Вот один. Вообще и бедный дворик закатается. Такая вот судьба-судьбинушка. Смотрите, вот такой вот клевый поезд. Очень удобный, комфортабельный, двухэтажный. Билет стоит 12 евро за человека. Ехать нам два часа. Даже есть вот розеточки. Вон можно подзарядить все гаджеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали на вокзал Сан-Полючи, Венеция. Здесь, кстати, он такой интересный. Здесь много магазинов. Как видно. Вот. И мы сейчас ищем камеру хранения, чтобы оставить рюкзак один. И все, и пойдем гулять. Смотрите, ребята, вот здесь на станции есть вот такой называется Baggage Point. Мы здесь оставили наш рюкзачок. Стоит 6 евро на 5 часов. Потом каждый час еще 1 евро. Ребят, первое. Во-первых, Янгст рассказал. Вау. Первое, что вы видите, выходя из здания вокзала. Это Гранд Канал. Это как большой проспект, который пересекает зигзагом весь главный остров Венеции. И посмотрите, какая красота. Сразу такой собор потрясающий. И каналы, я уже вижу, гондолы. И мост, на котором всегда миллион людей. Мы пришли в мост и зашли в маленькую улочку. И, как Женька сказала, наша цель заглудиться. Так что просто идем гуляем, куда дорога приведется, туда и придем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, ну что, пока мы гуляем, расскажу. Во-первых, во-первых, меня очень удивилось, что людей не так уж много. По крайней мере, вот между достопримечательностями рядом с ними много людей относительно. А просто в улочках людей абсолютно немного и приятно гулять. Вот. Во-вторых, я очень боялась, что от Венеции будет ощущение какого-то Диснейленда. Я много где читала. Вот. Но, тем не менее, вот мы гуляем. И для меня это просто настоящий итальянский древний город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, Женя, ты меня так испугал. Вот. Ну что выбешивает прям безумно. И мы с Женькой в этом сошлись. Стоят рядом с каждым магазином. Стоят черные молодые парни. И просят, вот, держат кепку и просят деньги. Это прям выбешивает. На них пахать и пахать надо. Я бы, они бы у меня тростником сахарным бы тут заселили бы полострова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, даже, в принципе, цены здесь можно найти. Можно найти адекватные. Например, мы сейчас проходили... Продаются маленькие масочки, ну, сувенирные, по евро всего. Хотя в других городах часто бывают магниты от трёх евро. С вывеской. И здесь, например, завтрак стоит пять евро. И в него входит горячий напиток, круассан, масло и варенье, и сок. За пять евро, мне кажется, отлично вообще. Здесь какие-то узкие-приузкие улицы. Надеюсь, что там есть проход, а не тупик. Потому что пока кажется, что тупик. В общем, там был проход. И мало того, что проход, так смотрите, куда мы вышли. Опа! Какая красивая площадь. Смотрите, какие красивые черевички. Ооо, смотрите, какие розовые, с мехом. Смотрите, ребята, мы остановились здесь по двум причинам. Во-первых, смотрите, какое клёвое дерево красивое, цветущее. А во-вторых, вот прямо здесь такое вот современное искусство. Здорово. У нас непредвиденные погодные условия, но мы подготовились и взяли зонтики. Оль, зашли мы передохнуть в миленькое пафе. Так оно выглядит. Йоу-йоу-йоу, с вами MC Евген. Много разных на баре бутербродов. Мы взяли по два бутерброда с колбаской и с лососиком. Женька не удержался. Он сначала взял просто нам два чая. Я просто увидел, что так дешево. Когда увидел, да, у них, смотрите, там меню. Но плохо видно цены. И там целый список разных напитков. Ну, вино, просека. И цены очень умеренные, очень длинные. Такие все штучки стоят по полтора евро. Что тоже... Ну, типа для Венеции это окей, нормально. Даже для Македонии это вообще шикардос. Все, в общем, мы наелись. Как раз мы собирались уходить и навалило кучу китайцев. Это школа гондольеров. Женька, ты хотел бы учиться в школе гондольеров? Я не хочу быть гондольером. Меня с детства учили, что гондольер, особенно в Российской Федерации, это очень плохо. Все, мы подошли к мосту Академия, поднимемся на него. И Женька пообещала, что с него откроется классический вид. И здесь уже начинаются такие стандартные, известные достопримечательности в Венеции, которые мы сейчас все обойдем. Красивый, я вам скажу. Вид хороший, но много людей. На канале очень оживленное движение. И много туристов берут катеры и катаются. Я заметила, что 80% людей, это китайцы, покатаются. Так что китайцы, они везде. Мы стоим на мосту. Женька разложила штатив и фотографирует. Но проблема в том, что мост деревянный. И всех тут ходит, и мост очень сильно трясется. Все такие жирные, от всех такой... Может, ходит кто-то, но... Если бы все были как Янка, пушинки такие, они порхали их. А тут особенно вот американцы проходят. Ой, но Янка после двух бутербродов тоже не очень пушинка. Ребят, что я сейчас покажу, интересно. Что привлекло Янкино внимание? Янкино, а Женькино. Смотрите, тут такое лимпопо. А рядом, а в самом магазине продают такие вот пиджачки. А? Каково? Я немножко прям в шоке. А? А? Мы зашли во дворик в галерею. Вход в галерею свободный. Пойдем посмотрим. Очень клевая галерея. А, тоже интересно. С этой стороны целое монолитие. Угу. Ребята, в общем, галерея супер-мега крутая. Заходите, не стесняйтесь, но я вам не расскажу, где вы там находите. Потому что я не знаю. Очень-очень крутой. Вот так вот вниз на экране вот. А, да. Студия Д'Арте. Матео Ло Грекко. Смотрите, какая сильно покосившаяся башня. Это не камера так снимать, но на самом деле такое ощущение, что вот-вот упадет. Еще хуже, чем в Пизе. Наклон. Вот как понять, что вы приближаетесь к площади Сан-Маркет? Людей становится просто в 10 раз больше. На каналах гондолы еле вообще проезжают, еле разминаются. И, ну, надо очень быстро уже дойти, посмотреть, идти на самом деле куда-то подальше от всей этой туристической тусовки. Все, мы прошли мимо Гуччи, Версачи, и мы подходим к самой известной большой площади Венеции. Ну, это, конечно, надо увидеть. Я, в принципе, уже здесь был, но я был лет, не знаю, 6 назад. И как-то все равно по-новому меня заплеснули эмоции, насколько красиво. На самом деле, вау. По размерам, как Грампляс в Брюсселе. Мое здание, безусловно, очень впечатляет. Внутрь мы не пойдем, несмотря на то, что там, наверное, очень красиво, потому что посмотрите на эту очередь. Она очень-очень длинная. Вот здесь очень много людей, поэтому надо приходить, смотреть и быстро валить. Я не понимаю, что сейчас люди, которые фотографируются в таких людных местах, еще пытаются сами фотографироваться. Вы фотографируете эти красивые места, сами фотографируетесь на фоне других не менее красивых мест. Все, сразу рядом с площади располагается Гранд Канал. Или, вернее, площадь располагается рядом с Гранд Каналом. Мы к нему подходим, и его размеры прям впечатляют. Огромные. На карте, кажется, ну так, ручеек. А так ни конца, ни края не видно. Перед нами преграда в виде моста. И эта преграда нагоняет на меня страх и ужас. И если был бы вариант обойти, то я бы с удовольствием... Я готов плать. Я готов плать. Ой, там просто очень много людей. Надо как-то быстро, надо очень-очень быстро преодолеть. Это мост пуков, ой, то есть вздохов. Или поцелуев. Давай человать? А что ты смеёшь? Дороги поди. Дороги поди. Дороги. 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 Ребята, отходите просто на метр. Ну, 100 метров. Вы по-просто ближайшую «увочку» проходите. Всё, намного меньше людей. это сейчас просто намного меньше людей очень приятно не на самом деле просто кайф эти вот каналы не знаю для меня венеция это не площадь сан-марка для меня нет этого покажи я вот это вот венеция для меня а гондольеры а кстати нас игра плевать этот самый сверху косточками от фиников как я до этого говорила обратите внимание что уже приезжает третья гондола полная везде китайцы в принципе они здесь не мешают просто их много интересное наблюдение все башни которые мы встречаем в венеции они падают они просто очень сильно покосившиеся и ощущение что вот буквально в этом месяце они упадут присели отдохнуть выглянуло солнышко здесь девчонки рядом сидят поют и так хорошо сразу на душе вот ребят мы просто ходим по соседним улицам от всей главной заварушки и здесь пустынно здесь очень мало людей смотрите хотела показать вот дом и он стоит прямо в воде я думала что 50 процентов венеция выглядит именно так что дома уходят в воду и в принципе для пешеходов даже нет места где ходить гулять но сегодня убедилась что все не так что ли пешеходов очень много дорожек и в принципе вы всю венеции можете обойти пешком во мне на не нужен водный транспорт поэтому всем советуем приезжать на выходные в венецию сели самолетик прилетели на выходные погуляли смотрели и улетели куда-нибудь другое место или вернулись здесь мы вот идем улочка такая интересная все дома стоят в воде и все равно мне кажется люди как-то должны испытывать особое ощущение зная что их дом стоит в воде я не могу представить что я бы жила в доме который стоит в воде безумная сырость должна быть внутри а делали кстати раньше так это видео где-то в передаче рассказывали что нижние всегда смотрите многие здания три этажа потому что нижний этаж был для лодок инструментов второй этаж там предоставлялись разные услуги а на третьем этаже собственно жили смотрите какие клевые коты это вот уже вторая точка где я вижу что их подают очень клевые да то очень красивая площадь называется площадь giovanni вот такие красивые ну просто потрясающе не знаю почему вот она мне вот особенно полюбилась нет это не то место где надо прокладывать какой-то особенный маршрут можно гулять абсолютно по всем улицам и каждая из них просто удивительно вы натыкаетесь постоянно на какие-то площади прекрасные это очень здорово я бы вот если жила как эта тетенька стояла днями и ночами на этом балконе смотрите проходим такие катера это венецианская скорая помощь базируется они могут по каналу очень быстро добраться до любой точки города что очень удобно вот мы сейчас дойдем буквально через канал находится кладбище то есть вот как раз отсюда туда буквально вот две минуты путь вот дошли мы до края впереди виден остров остров кладбище в общем ребята платили сейчас кучу денег чтобы ездить на речном транспорте он венец очень дорогой одна поездка стоит семь с половиной евро то есть это в течение 75 минут пользования речным транспортом поэтому поскольку здесь будем три дня мы купили карточку янки подешевле потому что ей меньше 29 лет и вы покупаете карточку для таких людей или для вас если вам повезло и вам вы молоды и красиво 26 я 6 евро стоит карточка и вы получаете скидку 30 процентов на покупку трехдневного абонемента на речные трамвайчики и плюс еще есть разные скидки в музее вот если вы старый и сморщенный сухарь как я то все что вам светит эта карточка трехдневная за 40 евро наш обеденный перекус вот смотрите бутербродики такие покажи 3 это какие-то с ветчиной и моцареллой вода фрукты все это 8 евро замечательная лавочка путем это такой маленький бранч-ланч дождь идёт а я хочу сфотографировать смотрите какой вид красивый и хочется и колется кто хочет прокатиться на гондоле хоть немножко не хочет платить 100 евро может прокатить на ту сторону за 2 евро и почувствовать каково это когда тобой владеет гондольер смотрите интересно мы вышли опять гранд-канал и видно что здесь он получил смотрите ребят такой вот речной трамвайчик вот мы едем вода кстати так высоко и нам удалось потому что у нас последняя остановка ехать минут сорок наверно потому что мы едем на остров леда мы приехали на остров леда на которой мы забазируемся на ближайшие два дня и будем отсюда уже ездить на другие острова остров леда пляжный остров и здесь отдыхают сами венецианцы при этом он намного спокойнее чем венеция и варианты проживания тоже намного скажем дешевле и здесь очень нравится так вкусно пахнет сиренью правда это не сирень но пахнет сиренью здесь проходит венецианский кинофестиваль в принципе больше здесь никаких таких интересностей нет вот в основном сюда люди приезжают или на пляж или посетить кинофестиваль смотрите какой клёвый отель надо сначала не поняли думали это что мы думаем мы думали что это венгерская посольство на самом деле что-то да про про венгрию мы идем мы идем в сторону сейчас покажу куст подстриженный женька сказал в виде кота это он так решил мы идем в сторону отеля и тяжело идти женьке тяжело потому что он тащит два рюкзака а мне тяжело потому что хочется каждую минуту останавливаться рассматривать здесь очень красивые дома очень все так знаете домик к домику травинка кота травинки все ухожено не напоминает город из фильма что вот как смотрите вы думаете ой такие клёвые города в этой италии потом приезжаете и там на эти рынок а не город так вот здесь это как раз таки вот тот самый город как из фильмов вон наш отель называется байрон я еще издалека заприметила сирень или опять же другие цветы похожие на сирень думаю надо же как красиво как кому-то везет жить в таком доме и вот мы сейчас будем сами жить в таком доме рядом очень красивое здание смотрится в совокупности красиво уютно очень здесь красиво дорого-богато там еще терраса такая потом выйдем посмотрим смотрите это отель три звезды всего лишь стоит он конечно не на три звезды вот но и выглядит не на три видно что он не новый но очень-очень номер как санаторий который видал виды так показывают кровать нормально что нам же главное переспать а здесь зато смотрите как клёво у нас так где душ это просто у нас такая как веранда я не очень понимаю что это за веранда с таким вот видом где можно стоять голым наверное смотреть на улицу наслаждаться видом а вот душ душ все есть но это веранда она меня прям очень как-то так заинтриговала типа это 150 евро на две ночи я нашел на сайте hotels.com хотя на букинге он был по 200 евро за две ночи и это один из более-менее приемлемых вариантов которые можно было вообще найти красота просто такой запах сирени и вокруг эти дома они просто я знаете я вот когда уже наверное раз здесь сказал что я вот был здесь и все равно здесь приехал и у меня опять вновь восторг потому что на самом деле остров потрясающий потому что тогда было ты одинок а теперь а теперь все изменилось все заиграла новыми красками и ради любопытства сколько мы сегодня прошли а мы сегодня прошли 14 километров и это учитывая что город венеция на воде здесь очень красивые дома не хочется прям тыкать камерой в них но по-другому не получается что очень красиво здесь сирене да и запах тоже запах просто я не успеваю снимать дома они все прям мы пришли на пляж сначала мы думали что мы не сможем попасть то что везде все было закрыто отграждено но мы продолжали путь и вот мы пришли это пляж летом я думаю он очень даже ничего но сейчас он уродский мы пришли на заведение траттория андри называется ой здесь так красиво это да смотрите меню принесли даже на русском есть перевод санкция говорите да пармезана нет здесь можно ложку сидеть и посмотрите приносит просто ложку пармезана смотрите в каком графине подают воду такие вот стаканы женьки тоже женьки на бесплатно мой запах очень приятный италия да очень вкусно принесли нам еду женьки ньокки с мясным соусом а мне принесли такие вот пельмешки с креветками и с гребешками все это в крабе все это в крабе принесли нам креветки королевские много ужинац ужин наш ужин наш стоил 50 евро и креветки были так себе честно вот в основном было неплохо но вот вспомнилось в португалии конечно на 50 евро можно Ооо, намного лучше поужинать Вот, но Тут надо делать скидку на то, что все-таки мы в Венеции И в Италии В общем и целом Субтитры сделал DimaTorzok